всем привет дорогие друзья с вами снова андрей кропачев и это наше уже 13 занятие по созданию дизайна интерьера вот этой вот трехкомнатной квартиры в программе 3ds max с прошлого урока у вас должна остаться коробка квартиры вот таком вот виде ссылку на предыдущие занятия оставляю в описании и на этом уроке мы с вами соберем и отрендерим вот этот вот санузел вот такие вот два ракурса у нас с вами должны получиться по результатам сегодняшнего урока скачайте пожалуйста по ссылке под видео в описании к видео есть ссылка на все вот эти материалы на унитаз на раковину на ванну на душ на стиральные машины со стиральную сушильную машину скачайте пожалуйста все эти модели загрузить их в папку с вашим проектом и давайте начнем с вами наше занятие для начала давайте затекстурируем наши стены так как у нас это на ракурсе давайте отдачим наши перегородки те их части которые будут затекстурированы разными материалами периодически будем смотреть на нашу картинку то есть вот это вот стена у нас в серой такой плитки вот это вот инсталляция точнее не инсталляция это короб там находится стояк с трубами водоснабжения и отопления вот этот вот у нас короб он обшит вот такой плиткой посветлее поэтому он будет у нас отдельным элементом далее вот этот вот выступ вместе со стеной он у нас единый элемент поэтому мы его выделяем вот таким вот образом и дата чем целиком здесь вот он у нас закрыт вот на его видим этот выступ и в этой нише у нас находится стиральная и сушильная машина далее выделяем мы весь участок стены с дверью он у нас целиком выделяется вот таким вот образом и точно также дата чем и участок стены с ванной у нас он целиковый целиком закладывается одной плиткой давайте теперь затекстурируем его плиткой плитку мы с вами выберем vives это моя любимая плитка это не реклама я ее просто чаще всего использую потому что она я увидел вживую она очень классная и мы будем использовать вот этот эрхо чемента и вот этот вот эрхо бланка эти вот два элемента мы с вами будем использовать вы их можете либо скачать прямо отсюда их можно скачать и использовать либо они также есть ссылки под видео давайте их скачаем откроем наш редактор материалов возьмем свободный слот и выберем здесь наш материал выбираем верой материал вот если кто-то работает в короне вы можете делать то же самое корона мтл принципе шаги все абсолютно одинаковые вот тоже на diffuse кидаем карту выбираем beat map и находим нашу карту в той папке в которую мы ее кинули так она у нас должна называться плитка ванная вот она плитка ванная вот эти три текстуры давайте начнем с чемента с темный вот зададим ей некоторые параметры вот рефлект и и поставим давайте значение 5 пусть она у нас даже это наверное маловато давайте побольше значение 10 пусть она у нас немножечко бликует сабдивов немножко накрутим для качества вот глоссе нас давайте немножко опустим 09 поставим вот она у нас будет более такой даже 0 9 это наверное слишком давайте 07 вот она у нас будет более такой приятный на ощущение вот как как точно как вот здесь вот нам нужно передать это свечение и и такое и давайте под наложим на бамп мы будем делать все по-быстрому поэтому наложим бамп только на швы то есть у нас бамп наложится только на швы это для того чтобы плиточные швы у нас были рельефными вот и все бамп мы используем только для этого сама по себе плитка она не рельефная и давайте назначим эту этот материал на нашу стену вот мы видим что он у нас окрасился но не затекстурировался для этого нам нужен модификатор uvw map мы его выберем стеки модификаторов вот он ее w map назначим выберем режим бокс или план это в принципе особого значения имеет но здесь лучше бокс для трехмерных объектов и вот эти вот размеры нам нужно выставить правильно откуда же мы их с вами возьмем а возьмем их как раз таки с сайта давайте посмотрим размер этой плитки вот он здесь указан 32 на 99 сантиметров это значит что у нас а вот эта длина будет 99 сантиметров то есть 990 миллиметров а высота у нас будет 32 сантиметра то есть 30 320 миллиметров вот таким вот образом у нас затекстурирована стена вот этот вот ее участок давайте сравним посмотрим как у нас на изображение принципе также на только раскладка у нас здесь начинается от угла то есть плитка кладется от угла а здесь вот сколько останется таким образом у нас смеситель находится посередине плитки давайте сделаем то же самое то есть раскладку здесь мы начнем здесь вот нажмите на uvw map он загорится синим цветом и по оси x сдвиньте его немного вот вот прямо к углу чтобы у вас плитка начала свою раскладку началась она с угла вот таким образом у вас здесь вот раковина со смесителем будут ровно по центру этой плитки так давайте пойдем дальше дальше у нас вот этот вот короб с коммуникациями он у нас за текстурирован другой плиткой мы ее сейчас тоже выберем таким вот образом кинем на карту этот это изображение откроем его посмотрим как она у нас выглядит давайте назначим ему рефлект 10 вот хотя эта плитка очень светлая и можно даже и побольше назначить рефлект чем светлее объект тем больше на него нужно назначать рефлекта здесь поставим 20 вот глоссе нас давайте поставим также 07 посмотрим что из этого получится 07 это многовато давайте 06 вот 06 самый раз она прямо так светится даже можно давайте поставим 065 вот вот так лучше намного она лучше передает такой вот светящуюся поверхность этой плитки так давайте вернемся на нашу стену назначим на нее этот материал вот здесь напишите если макс предлагает переименовать какой-нибудь абракадабру нажмите enter точно также назначите модификатор и w map выберите бокс и вот здесь вот поставьте эти же размеры этой плитки она у нас тоже имеет размер 32 на 99 вот она рху бланка 32 на 99 значит мы должны поставить два размера 99 то есть 990 990 на 320 почему два раза 990 потому что у нас две длины то есть вот здесь у нас 990 плитка то есть плитка у нас два раза кладется горизонтально вот так вот раз и вот так вот два и одна вертикаль у нас 320 поэтому установим 990 990 на 320 то есть 990 для вот этой стены 990 для этой стены и 320 это для обоих этих стен для обеих этих стен здесь принципе двигать ничего не нужно поэтому идем дальше назначаем точно так же на этот участок стены материал то же самое делаем юви w map то же самое здесь 990 на 990 на 320 вот здесь желательно бы подвинуть чтобы у нас целый кусок плитки лег на этот участок вот так вот чтобы шов у нас проходил по углу здесь принципе больше двигать ничего не нужно здесь вот на этом участке стены с дверью у нас светлая плитка вот как мы видим поэтому мы сюда назначаем вивас рху бланка вот этот делаем юви w map box и вот здесь вот назначаем всего два значения потому что стена двухмерная 990 на 320 пока что здесь ничего не двигаем хотя я бы сделал вот от этого угла раскладку так что давайте подвинем по оси x вот так вот и и в угол с угла начнем эту раскладку с этого угла потому что его видно а здесь у нас будет стоять стиральная машина этот угол будет не видно поэтому что там получится это нас особо не волнует и вот на этом участке стены у нас тоже темная плитка рхо чемента поэтому мы ее поставим вот так здесь напишем 990 на 320 вот так а здесь вот по центру она легла просто великолепно так что так мы ее и оставим вот у нас затекстурированы стены давайте теперь поставим кое-какую сюда сантехнику так с чего мы начнем давайте поставим сперва ванну так импорт нажимаем мерч и выбираем в списке моделей которые мы с вами скачали выбираем нашу ванну она у нас так и должна называться где-то здесь вот она ванна дюра стайл от любую из них можете выбрать и выделить все нажать ok вот она у вас сейчас импортируется в центр сцены мы ее найдем возьмем и повернем ее на 90 градусов таким образом чтобы она своим высоким бортиком была к стене если мы посмотрим то это ванна она не совсем симметрично то есть она имеет высокий такой бортик он должен быть к стене обязательно поставлен вот таким вот образом вот это ванна у нас меньшего размера чем нам требуется но поскольку эти ванны дюра стайла не бывают абсолютно разных размеров и требуемый нам размер у них тоже есть поэтому мы можем смело так без зазрения совести взять эту ванну из масс масштабировать ее по необходимой нам траектории вот прямо так вот вручную это можно делать в данном случае посмотрим все ли у нас хорошо и давайте теперь поставим сюда раковину рядом с ванной так вот мы делаем импорт мерч кстати такой совет перед каждым импортом какой-то новой модели лучше называем нажимайте вот так сейф файл почему потому что какая-то новая модель может оказаться очень тяжелый в ней может быть много или космического мусора или каких-то настроек и у вас может просто слететь макс вот и обидно будет если не сохранится то что вы так долго и упорно делали вот она у нас раковина давайте мы ее сюда в нашу сцену вставим выделим все удалим отсюда свет камеры всякие помощники все что не нужны у нас останется только вот одна вот такая группа вот ее мы сюда сейчас и импортируем некоторые объекты могут долго импортироваться это нормально он поэтому наберитесь терпения и просто дождитесь старайтесь в это время не нажимать никакие кнопки потому что ни к чему хорошему это не приведет а только дополнительные задачи поставить перед максом и он должен будет их выполнять поочередно таким образом только увеличится время вашего ожидания вот так что вы ничего лучше не делайте можете уйти куда-то на другой сайт просто посмотреть либо этим временем вы можете зайти на нашу группу вконтакте и подписаться вступить в эту группу здесь я выкладываю результаты наших учеников выкладываю уроки выкладываю материалы для этих уроков вот и отвечаю на вопросы здесь можно писать задавать вопросы и получать на них ответы также если кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь здесь я тоже отвечаю на вопросы подписчиков в комментариях вот здесь есть ссылки на уроки все уроки этого сезона вот она у нас импортировалась в центр сцены давайте поставим ее в то место где она у нас должна стоять четко по размерам и давайте здесь поставим такую небольшую перегородочку между ванной и раковиной также импорт мерч и находим здесь вот перегородка должно быть написано такая вот есть перегородочка из матового тонированного стекла в хромированном таком обрамление вот она у нас стала сюда давайте мы ее так вот повернем на 90 градусов и поставим ее на ванну вот сейчас вот мы видим что она у нас слишком сильно выступает сюда внутрь то есть она наполовину ванны перекрывает нас это конечно же не устроит то есть если посмотреть в реальной жизни то это выглядит довольно таки так внушительно поэтому мы сейчас назначим на нее модификатор edit поле то есть редактируемый полигон возьмем эти вершины vertex выделим вот эти две вершины которые у нас сверху и снизу и подтянем их туда где у нас должна заканчивается перегородка потом возьмем за низ за нижние вершины этой перегородки и поставим их прямо вот на ванну чтобы она у нас стояла на самой ванне верхний предел нас тоже не устраивает давайте верхнюю границу сделаем по границе вот этой вот плитки даже не этой давайте а вот этой вот то есть там где у нас заканчивается зеркало и вот до границы плитки вот это оптимальное расположение этой стеклянной шторы этой душевой перегородки давайте отсюда поставим унитаз вот также импорт мертв найдите у вас папочка должна быть с названием унитаз здесь вот нажимаем ok ждем макс немножко поколбасит но в целом все будет хорошо он нас в размере в масштабе даже в таких нормальных пропорциях он у нас импортируется здесь вот только он импортировался чуть ниже чем нужно своим центром он импортировался в центр сцены поэтому мы здесь его должны немножко приподнять вот а так в целом неплохой унитаз и хорошо смотрится так давайте опять сохраним и сейчас мы вот сюда вот импортируем нашу систему хранения с встроенной стиральной и сушильной машины такая вот у нас будет система хранения встроенной стиральной сушильной машины и еще с бойлером давайте эту всю систему тоже импортируем импорт мертв и здесь у нас должна быть папочка с названием стиралка хотя здесь не только стиралка здесь много 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 всего здесь вот найдите файл с названием групп 001 чтобы не выделять все групп 001 потом сделайте то что у вас просит макс сделать и он у вас сейчас импортируется если не не хотите искать то просто выделяете все и импортируйте так тоже можно принципе вот и вот у нас это вся эта система она вот сюда вот должна у нас встать так ну в целом можно ставить уже материалы освещение то есть можно ставить светильники камеры и уже рендерить изображение здесь вот еще надо поставить смеситель вот сюда нужно повесить душ вот сюда вот но есть думаю что вы это сделаете самостоятельно есть под видео ссылки для скачивания этих материал давайте вот сюда повесим такой смеситель просто вам покажу как вот такой на стены смеситель вот здесь и вот здесь должна вести два таких смесителя для этого нам нужно удалить тот смеситель который у нас уже есть нужно сделать групп open выделить этот смеситель и просто нажать делит мы его просто удаляем вот а скачиваем сюда другой смеситель импорт мерч находим здесь папку с названием смеситель вот она выбираем максовский файл выделяем все делаем то что говорит нам макс и этот смеситель у нас приходит в центр нашей сцены немного он может повисеть побаловаться но в конечном счете все сделает как нужно вот этот смеситель мы подносим к тому месту где он нас должен стоять разворачиваем его на 90 градусов очень удобная штука этот стеновой смеситель благодаря тому что у нас там за стеной есть ниша то есть у нас там проходят коммуникации мы можем там сделать подводку всех необходимых труб коммуникации к этому смесителю вот здесь вот у нас будет смеситель по центру этой плитки для раковины и такой же смеситель у нас будет для ванной вот так вот он будет у нас располагаться остальное вот декор всякие там мыльницы шампуни можете поставить сами душ тоже повесите сами туалетную бумагу там полотенце это все легко можете сделать сами скачать импортировать а мы сейчас поставим давайте с вами камеры и попробуем уже создать картинку здесь вот в режиме камера с выбираете кто пользуется вероим выбирайте верой кто пользуется короной выбирайте коронаком как видите здесь одновременно у меня и корона есть вот и короновские все материалы и одновременно есть верой вот но я поставлю верой физикал камера вот она попроще намного чем короновская поэтому мы ее поставим а настройки так в принципе похожи им надо немножко уменьшить скорость затвора сделать клиппинг то есть начало и конец кадра давайте здесь в конце поставим 10000 а вот здесь поставим 2000 и потом этими настройками уже поиграемся возьмем нашу камеру пододвинем ее таким образом чтобы вот эта красная линия первая была внутри помещения откроем нашу проекцию перспектива нажмем на клавиатуре кнопочку c потом нажмем shift f чтобы у нас чтобы мы видели кадр который у нас будет и давайте тут вот в рендер сетап выберем настройки нашего кадра здесь вот у нас 1200 на 1000 давайте делаем 1000 на 1000 и посмотрим помещается ли у нас все вот вижу что не помещается давайте сделаем 900 на 1000 то есть ширину уменьшим из-за этого у нас увеличится высота вот таким вот образом вот уже теперь вот так вот можно вот здесь вот вы можете сделать нишу какую-нибудь как на фотографии на наши вот так вот билл выделить полигон биллу здесь вот поставите 0 вот здесь вот уменьшите это значение нажмете ok потом нажмете экструд и с отрицательным значением минус там 150 вот вы можете сделать вот такую вот нишу это все легко элементарно делается вот если вам надо вот сюда зеркало вставить как вот здесь вот вот даже полочки здесь со всякими косметическими приблудами то вы можете просто взять зеркало материал зеркало выделив от полигон с зеркалом и открыв редактор материалов просто пипеточкой взять это зеркало отсюда и назначить его на вот этот вот полигон таким образом у вас получится с этой стороны тоже вот так вот зеркало вот давайте возьмем источник света из другой комнату например из кухни возьмем наш источник света перетащим его вот сюда сделаем копии и в общем то можно уже нажимать на рендеринг и смотреть что у нас получится вот такая вот у нас получилась картинка давайте теперь поставим камеру на другой ракурс и получим изображение с другой стороны также точно выбираем верой физикал камера и ставим его со стороны ванной на вот эти вот стиральную и сушильную машину пододвигаем таким образом чтобы вот это вот красная линия находилась внутри помещения вот если она у нас слишком большая то мы можем ее подвигать вот так переходим в проекцию перспективой здесь вот списке камер выбираем нашу камеру последнюю которую мы создали и вот так вот смотрим на получившееся помещение давайте сравним с тем что у нас есть вот при этом виде у нас не видно вот вот этой вот шторки не видно душа потому что они скрыты и не видно самой ванной давайте мы тоже скроем нашу ванну hide selection правой кнопкой щелкайте hide selection щелкайте нашу перегородку правая кнопочка hide selection я уже вижу что нам нужно приблизить нашу камеру приблизить к вот так вот к тому месту которое мы снимаем а вот этот клипинг можно подвигать а можно кстати не двигать ничего особо здесь не изменится вот таким образом можно даже еще немножко подвинуть для того чтобы у нас было больше детализации вот здесь по центру нашей сцены вот так вот мы придвинули давайте наверно откроем наши вот эти створки для того чтобы видно было что там внутри шкафа вот вы можете просто взять и вот так вот открыть эти дверцы так одну открыть и вот так вот по оси горизонтальной открыть другую и то же самое нажимаем на render production и смотрим что у нас получилось вот такие вот у нас получились ракурсы друзья на этом у меня на сегодня все кто еще не подписался на канал подписывайтесь вступайте в группу вконтакте задавайте свои вопросы под видео я отвечаю на все комментарии вот на следующем уроке мы с вами будем рендерить вот эту вот детскую комнату всем всего доброго счастливо до свидания а